Достоверно нельзя сказать, что произошло с этим псом на самом деле. В середине осени, женщина нашла собаку по прозвищу Топома, в одном из мексиканских дворов. Возраст Питбуля 3 года. У животного не было воды и еды, а цепь на которую его привязали отличалась максимально коротким размером. Пес даже не мог нормально лечь спать. Ему приходилось плотно прикасаться к цепи, чтобы иметь возможность прилечь. Это невероятные мучения. Помимо этого, у Топома обнаружили стригущий лишай и чесотку, которую не лечили долгое время. Здоровье собаки пребывало в плачевном состоянии. На ушках питомца были следы от ножниц или ножа. Видимо горе, хозяева пытались купировать их. Женщина, которая нашла Топома, была очень доброй. Она не смогла смотреть на страдания пса и постучала в дверь к его владельцам. Хозяева открыли ей дверь и с невозмутимым видом сказали, что таким жестоким способом наказали пса за то, что он гонял курицу. Они решили, что он должен посидеть на привязи и помучаться, чтобы отпало желание поступать так в будущем. Женщина попросила этих жестоких людей отдать ей собаку. Они согласились быстро. Видимо Топома не представлял для них ценности. Затем женщина позвонила своему приятелю, который возглавлял один из центров по спасению животных. Топома предоставили приют. Историю, которая с ним произошла, опубликовали в соцсетях. Также в социальные сети выложили фотографии Питбуля. В скором времени история о нем дошла до девушки по имени Нэнси. Она была жительницей Нью-Йорка. Нэнси сказала, что ни разу ей не приходилось видеть пса, который вызывал столь сильную жалость. Нэнси позвонила сотрудникам приюта и попросила доставить Топома в Нью-Йорк. Сама Нэнси тоже работает в одной из служб помощи животных. Она решила, что непременно найдет бедолаге дом. Недавно Топома и еще несколько собак, которые бы и парализованы, привезли к Нэнси. Шерстный покров и кожа пса еще не успели восстановиться, на нем виднелись раны. Несмотря на весь ужас, который пережил пес, он остался добрым и очень ласковым. Он ведет себя так, словно был окружен любовью и заботой всю жизнь. Такого доброго питбуля, еще попробуй отыщи, он уникальный пес. Нэнси уверена, что вскоре найдет ему дом, многие уже спрашивают о животном. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!